Продолжаем выпуск. В рамках патриотических мероприятий, проводимых во всех регионах страны, Министерство обороны организует не просто встречи с молодым поколением, но и посещение воинских частей, знакомство с военной техникой. Представители Минобороны во взаимодействии с другими министерствами и организациями решают актуальные проблемы молодежи. Даже те из них, кто боятся высоты, придя сюда, развеют свои страхи моментально. Помогают в этом курсанты единственные в стране высшего военного авиационного училища. Вот они демонстрируют целый авиационный парк на территории военного вуза. А это уже в аудиториях рассказывают об учебном процессе и занятиях на авиатренажере. В таком формате представители оборонного ведомства организовывают диалог с молодежью постоянно. В воинских частях или же на территории высших военных образовательных учреждений. Именно такая тактика, считают в военном ведомстве, бьет точно по целям. А они у страны амбициозные, неразрывно связанные с патриотическим воспитанием молодого поколения. А вот в Чаракчинском районе Кашкадаринской области большинство молодых людей уже определилось с потенциальной профессией. Будущие защитники родины уже успели посетить воинские части. Теперь точно знают, что такое армейская дисциплина и что нужно быть не только физически крепким, но и интеллектуально грамотным специалистом, чтобы уметь добиваться поставленных целей. Самых активных и инициативных поощрили памятными подарками. Экскурсия в Академию вооруженных сил впечатлила не только условиями, созданными для курсантов и слушателей, но и профессионализмом и подготовкой тех, кто уже прошел критерий отбора. И своим примером ориентируют тех, кто помладше. Аудитория, спортивный комплекс, спальные помещения. Огромная территория, абсолютный порядок и строгая армейская дисциплина. В своих интервью ребята отмечают, что все увиденное впечатлило и у них есть к чему стремиться. Так что те, кто решит выбрать профессию военного, должен знать, что слабым и неуверенным здесь не место. Самое время заняться саморазвитием, чтобы стать достойной личностью, ставить цели и добиваться их.